Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Сегодняшняя передача посвящена яблокам. В гостях у нас сегодня Екатерина. Здравствуйте. Вот, она будет как раз задавать вопросы, которые интересуют о яблоках. Ну, в первую очередь, что интересует? Ну, в первую очередь, что такое яблоко? Что такое яблоко? Ну, вот как раз и в вопросе есть ответ. Яблоко — это фрукт, который известен более четырех тысяч лет назад. Еще есть о нем упоминание в Библии. Но, оказывается, уже о яблоках знали древние египтяне и с успехом применяли их. И очень они хвалили яблоки за их целебные свойства. Кстати, Гиппократ уже в более позднее время, он отзывался о яблоках, как о продукте, который способствует укреплению пищеварения, если имеются какие-то расстройства с пищеварением. Авиценна также указывал на то, что яблоки помогают укреплять слабый желудок. И при этом он рекомендовал интересный рецепт использования яблок, запеченных в тесте, чтобы вот эти яблоки помогают от того, чтобы вывести черви из желудочно-кишечного тракта. Даже вот такие были рекомендации. А какие яблоки наиболее полезны? Зелёные, жёлтые или красные у нас? Действительно, присутствует огромное количество различных сортов яблок. И как в них разобраться? Оказывается, можно просто-напросто сразу же их поделить на две большие группы. Это зелёные яблоки и красные яблоки. Вот у нас как раз красные яблочки, а это вот больше будут зелёные. И практика показала, что зелёные яблочки более полезны, чем красные. Полезны чем? Полезны тем, что они не вызывают аллергии. Их можно употреблять маленьким детям, даже очень маленьким беременным женщинам. И ещё бывают яблоки делят по вкусам. Бывают яблоки кислые, бывают яблоки сладкие и бывают яблоки кисло-сладкие. А, так какие больше полезны, сладкие или кисло-сладкие? В зависимости от того, какие цели мы хотим достигнуть. Оказывается, сладкие яблоки, чем они характеризуются? Они характеризуются тем, что в них содержится меньше кислоты. То есть, меньше фруктовых кислот, которые как раз и вызывают кислый вкус. Значит, в них больше сахаров, они меньше раздражают организм. Потому что фруктовые кислоты как раз этим действием и обладают. Вот я не знаю, как ты, а если я поем кислое яблочко, у меня на зубах возникает оскома. Это как раз говорит о том, что начали действовать фруктовые кислоты. И если человек слишком часто ест кислые яблоки, то фруктовые кислоты могут и немножечко ямаль попортить. А, ну так вот, как раз таки, кому противопоказаны яблоки? Вот противопоказаны. Значит... Люди со слабленной эмалью, да? Людям со слабленной эмалью лучше всего есть сладкие сорта яблок, а воздержаться от кислых сортов. Вот, или же немножечко кисло-сладкие сорта есть. Так вот, значит, мы как раз поговорили о вкусах. Содержится больше сахара в сладких сортах, больше органических кислот в кислых сортах. Ну и поровну и сахаров, и органических кислот содержится в кисло-сладких сортах. А как мы будем выбирать яблоки? Как мы будем выбирать яблоки? Яблоки, мы уже знаем, что можно их выбирать, значит, по цвету. Можно выбирать по вкусу. Но вот оказывается, что можно ещё выбирать действительно по внешним качествам. Что это за внешние качества? Вот мы берём яблочко и смотрим. Ну, в первую очередь, желательно посмотреть, а яблочко из какого региона это? Если яблочко из нашего региона, и тем более есть зимние сорта, такие как Антоновка, то желательно их использовать. Именно их. Потому что все яблоки, которые идут к нам из-за границы, для того, чтобы они сохранились, для того, чтобы они имели товарный вид, они содержат много различных веществ, которые делают их в некоторых случаях даже вредными. А именно покрывают какой-то восковой оболочкой, который, оказывается, не смывается даже под тёплой водой и с применением какого-то моющего средства. Что-то остаётся. Нужен нам воск? Не нужен. Не нужен. Значит, мы такие яблочки не используем. Вот яблочки. Четыре вида яблочек. Какие из них наиболее полезны, сейчас мы определим. Помимо того, что мы их... О, ароматная. Какой-то аромат, но такой не свежий. Тонкий аромат, но не такой сильный, как у этого яблока. Очень слабый аромат, я его практически не ощущаю у этого яблочка. Итак, теперь мы посмотрим, сколько в этих яблоках биологически активного железа. Для этого мы просто-напросто сделаем срез. Срез ножом. Металлическим. Из всех яблок, из всех яблок, вот это яблоко начинает ржаветь, скажем так, быстрее всего. И, кстати, она пахнет лучше всех. Значит, именно в этом яблоке больше всего биологически активных веществ. Для сравнения еще разок, сейчас немножечко подождем, и потом я еще разок срежу, чтобы показать. Вы видите, что вот они побурели. Насколько они побурели, отрезаем аккуратненько и сравниваем. Раз. Вот так вот мы отрезали. Сравниваем. Практически ничего не изменилось. И здесь, и здесь. И здесь беленько, и здесь беленько. Значит, в этих яблоках мало биологически активных веществ. Берем другого яблочка, зеленое. И также мы с вами делаем надрез. Так. Что касается сока, то это яблочко намного сочнее. О! А вот это яблочко, сразу видно, большая разница. Видите? Белое. А здесь побурелое. Здесь гораздо больше биологически активного железа, нежели в том яблоке. Вот это яблоко наиболее полезно с этой точки зрения. Так, теперь смотрим желтенькое яблочко. Так же мы делаем разрез. И смотрим, что у нас получается. Практически и эта, и эта сторона у нас мало чем отличается. Но здесь чуть-чуть. Значит, это яблочко против зелененького намного слабее. И теперь берем то, что наиболее было ароматное, и посмотрим. А каково оно? Отрезаем. И смотрим. Да, аромат здесь хороший. Но что касается биологически активных веществ, полезных для нашего организма, то их здесь мало. Как видите, разница небольшая. Еще разок показываю разницу. В зеленом яблоке, видите. Здесь побурелое, и здесь беленькое. Вот оно, самое полезное яблоко для лечения, оздоровления и повседневного употребления. Его можно есть. Поэтому это не нравится. Червяк не выберет, да, плохое? Да, оказывается, червяки, в первую очередь, они все это дело исключают, чтобы не было никакой химии. Они едят экологически чистые продукты. Какие умные червяки. Почему яблоки так полезны еще с древних времен? Потому что в них содержится ряд различных полезных для организма человека веществ. Мы уже говорили, это питательные вещества, такие как сахара, которые нам идут на пользу. Там имеется мягкая клетчатка. Мягкая клетчатка. Там имеются пектины. Клетчатка и пектины способствуют тому, что различные вещества, которые у нас имеются в желудочно-кишечном тракте, они связываются и выводятся из организма. То есть, с помощью, оказывается, регулярного употребления яблок мы можем с вами очистить желудочно-кишечный тракт. А так как там еще имеется клетчатка, мягкая клетчатка, которая действует не раздражающе на желудочно-кишечный тракт, то получается, что она еще дополнительно стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. И это хорошее средство от запоров. Если вы хотите избежать такой распространенной среди современного населения проблемы, как запоры, скрытые запоры, которые являются основой для развития онкологии и прочих серьезных заболеваний, обязательно съедайте 2-3 яблока в течение дня. И у вас этого не будет. Какие же вещества имеются в яблоках? Перечислим. Витамин С. Витамин С. Имеется? Имеется. Много? Ну, я думаю, что не больше, чем в апельсине. В яблоках витамина С меньше в 10 раз, чем в апельсинах. Но все зависит от сортов. Допустим, антоновка очень хорошо сохраняет и витамин С и долго держит. Поэтому вот эти как раз зимние сорта и рекомендуется использовать для нашего укрепления. Именно вот в погоде, которая сейчас. Далее, там имеется интересный такой витамин П, который способствует укреплению сосудистой стенки. И если у вас имеются какие-то капиллярные звездочки, знаете, вот глазки потрете, они у вас сразу становятся красными. Это говорит о том, что как раз вот этого витамина не хватает. Обязательно кушайте яблоки. Сосудики станут у вас такими эластичными, прочными и никаких проблем не будет. Значит, витамин П, содержится клетчатка, я сказал, мягенькая клетчатка, содержится пектины, интересные такие вещества, которые способствуют очищению организма. Содержатся, значит, такие вещества, которые как раз вот эти пектины, они очищают организм и от холестерина. Поэтому существует интересная рекомендация, если вы хотите, ну, у вас уровень холестерина высокий, снизить уровень холестерина, то в течение двух недель кушайте от трёх до пяти яблок в течение дня. И ваш холестерин за это время понизится, знаешь, сколько, Катя? Ну, в процентах не знаю. На 30 процентов, на 1,3. Это очень хороший результат. Это говорит о том, что сосуды становятся чистенькие, это говорит о том, что кровь хорошо поступает к головному мозгу, отчего у пожилых людей увеличивается память, нету никаких болей и прочего, прочего. Примыслами, хотите избавиться от старческого недомогания какого-то и улучшить память, обязательно кушайте яблоки. А вот кушать яблочко стоит с кожурой или без кожуры? Вот, теперь мы к интересному такому вопросу подошли. Ещё мы не закончили, какие, значит, интересные и важные питательные вещества содержатся здесь. Оказывается, мы только говорили с вами о мякоти. Что здесь? Витамин С, пектины, клетчатка, сама вода, ароматические вещества. И даже интересно, содержатся такие вещества, по научному счастью я скажу. Эпикотехин для роста волос, вот это вот. Но он ещё защищает сердце и сосуды от разного рода повреждений. И обладает, как говорят некоторые исследования, даже ещё таким омолаживающим действием. Поэтому, когда говорят об омолаживающем эффекте в молодильных яблочках, это не просто у нас сказка. В мякоти яблока ещё содержатся антиоксиданты. Все они знают, что это такие удивительные вещества, которые препятствуют процессам окисления нужных веществ в клетке. И тем самым препятствуют её преждевременному старению, либо перерождению в онкологическую клетку. Вот чем важно оказывается. Поэтому яблочко обязательно надо есть тем, кто хочет выглядеть и молодо, и защитить себя от различных онкологических заболеваний. Вот мы с тобой разобрали, какие вещества находятся в мякоти. Но оказывается, учёные установили, что кожура содержит ещё больше полезных веществ, нежели мякоть. Кожура – это первая линия обороны любого живого объекта – растения, животного. Вот. Значит, в кожуре содержатся особые вещества, которые подавляют рост различных грибков, подавляют рост различных бактерий. И, как я сказал, содержат очень много различных минеральных веществ. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша кожа была хорошая, волосы, ногти, где эти микроэлементы взять? Конечно же, взять в кожуре. Кожуру ни в коем случае не выбрасывать. Но только в тех яблоках, которые не покрыты воском, которые не захимичены. Вот. Эти яблоки не подойдут, а тем более кожура от них. Далее у нас имеется ещё сердцевина. А, да. Всегда, вот когда кушаешь яблочко, всегда выкидываешь огрызок, не доедаешь, так можно сказать, да? Это правильно или стоит всё-таки съедать яблоко полностью? Мы берём с вами яблочко и вот так вот разрезаем. Так, до серединки мы с вами не добрались. Ещё разок срезаем. Как раз мы с вами перерезали камеру, где находятся семечки. И видите, раз, два, три, четыре, пять. И вот они, семечки. И у нас получается, что в пяти камерах, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять зёрнышек. Вот этих девяти зёрнышек вполне достаточно съедать в течение дня для того, чтобы организм был обеспечен биологически активным йодом. И мы не страдали заболеваниями от йододефицита. Кстати, важно отметить такую особенность. Червячок, он ест не кожуру, он ест не мякоть, которую мы так с вами любим, а он ест зёрнышки. Почему? Да потому что именно в зёрнышках находится концентрация жизни. И концентрация наиболее мощная, сильная и нужная для нашего организма, вообще для живого организма, биологически активных веществ. Поэтому червячок проникает в яблочко, прогрызает его и ест только зёрнышки. Поэтому зёрнышки ни в коем случае не выбрасывайте. Даже хвостики помогают. Они так же, как и кожура содержит очень много микроэлементов. Поэтому и хвостики не выбрасывайте. Наоборот, собирайте их, отваривайте, и получается такой прекрасный чаёк. А вот эти вот, как зубочистку их ещё, да, можно использовать? Можно, как зубочистка, пожевать. Яблочные вот эти, да, пожевать полезно, да? Для того, чтобы зубки укрепились. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok